Аманда была красивой 23-летней девушкой, которая недавно переехала в Сидней. Благодаря помощи семьи у нее появился шанс начать новую жизнь в городе, который сильно отличался от того места, где она жила раньше. Все было для нее в новинку – люди, природные ландшафты, оживленные улицы. На те скромные деньги, которые ей дали родители, Аманда сняла квартиру в жилом комплексе недалеко от леса, поскольку это место напоминало ей дом. Однажды ее новый друг Джейк рассказал, что только что нашел змею, прячущуюся в его шкафу, и не знал, что делать. К счастью для Джейка, он обратился к самому подходящему для этой работы человеку. Аманда с радостью предложила помочь. Джейк предупредил ее, что змея может быть ядовитой, и ей стоит действовать осторожно. Аманда уверенно кивнула и заверила его, что знает, как с этим справиться, поскольку у нее был опыт обращения со змеями на родине. Они пришли в квартиру Джейка, и Аманда быстро схватила змею. Мужчина был поражен. Насколько спокойно Аманда обращалась с диким животным. Девушка взяла змею и отнесла в лес, чтобы выпустить ее на волю. Позже Аманда позвонила домой, чтобы рассказать родителям, и они поздравили ее с тем, что она начала налаживать жизнь на новом месте. По телефону ее отец сказал, я так горжусь тобой, дорогая. Твоя жизнь действительно налаживается. Помни, где ты была всего несколько месяцев назад. Будь благодарна, что ты больше не там. Отец был прав, всего несколько месяцев назад Аманда жила со своим мужем недалеко от того места, где она выросла. Ее отец владел там фермой, а также был единственным в городе ловцом змей. С детства отец брал Аманду с собой ловить змей. И со временем она привыкла к змеям, и стала очень искусно с ними обращаться. Однажды Аманде позвонили из одной из гостиниц в их городе. Возле входа обнаружили большую черную змею. Аманда приехала со своим снаряжением, и к большому облегчению отдыхающих, смогла быстрыми движениями извлечь змею. Все гости, которые разбежались и наблюдали издалека, зааплодировали Аманде, они были впечатлены ее мастерством. Один из гостей, очень красивый мужчина, был особенно заинтригован прекрасной девушкой. Он подошел к Аманде и представился, как Али, а затем элегантно пригласил ее на свидание, чтобы выразить свою благодарность за помощь. Он, казалось, был заинтересован не столько в ее профессии, сколько в самой Аманде. Девушка никогда раньше не встречалась с мужчинами и легко поддалась чарам этого таинственного красавца. Они начали встречаться. По мере того, как Аманда лучше узнавала Али, выяснилось, что он из очень успешной и знаменитой семьи. Хотя Аманда была простой девушкой, выросшей на ферме, она ценила дорогие подарки и роскошный образ жизни, который обеспечивал ей Али. Несмотря на перемены в личной жизни, Аманда продолжала заниматься любимым делом – ловлей змей. Хотя Али считал это немного странным, он старался принять ее увлечение. Али пообещал Аманде и ее семье, что теперь, когда он рядом, им не о чем беспокоиться. Однако это оказалось неправдой. Когда Аманда и Али поженились, их отношения сильно ухудшились. Али начал требовать, чтобы Аманда прекратила работать со змеями, говоря, что это не то, чем занимаются люди его круга, и что это наносит ущерб репутации его семьи. Домашняя змея Аманды, которую та взяла с собой, переехав к Али, не взлюбила его и шипела на него каждый раз, когда он был рядом. Хоть Аманда и хотела сохранить брак, она также не хотела жертвовать любимым занятием. Однажды Али пригрозил ей, что если она не избавится от своей домашней змеи, то пожалеет об этом. Аманда испугалась, ведь раньше Али себя так никогда не вел. После свадьбы его истинный характер начал проявляться. У него были сильные приступы гнева, которые со временем только усугублялись. Однажды ночью сильно пьяный Али вернулся домой и начал ругать Аманду, обвиняя ее в провале его бизнеса и в том, что ее увлечение позорит репутацию его семьи. Аманда попыталась сбежать вместе со своей домашней змеей, но Али поймал ее и ударил. После этого инцидента Али стал часто проявлять агрессию по отношению к Аманде. Она была опустошена и боялась за свою жизнь, поскольку напряжение между ними нарастало. Али хотел полностью контролировать жену и был готов пойти на крайние меры. Однажды он заметил в сумочке Аманды авиабилет и решил, что это станет последней каплей. После очередной громкой ссоры, находясь в пьяном угаре, Али сказал, «Я устал от этого, я не буду умолять тебя остаться. Убирайся и забирай эту гадину с собой». В ту же ночь Аманда улетела в Сидней и больше не возвращалась. В последующие месяцы Аманда продолжала налаживать жизнь в новом городе, любуясь местной природой и заводя новых друзей. Она часто рассказывала им истории о своих навыках ловли змей. Друзья были поражены ее талантами. Аманда даже начала работать волонтером в местном приюте для животных, чтобы получить больше опыта в обращении с разными видами животных. К несчастью, однажды произошла трагедия. Друг Аманды, Джейк, получил звонок от ее домовладельца. Аманду нашли мертвой в квартире, а причина смерти была неизвестна. Друзья и семья были опустошены известием о внезапной кончине такой яркой и талантливой девушки. Ее домашняя змея была найдена невредимой, но никаких признаков насильственной смерти или взлома в квартире не было обнаружено. Казалось, Аманда просто неожиданно скончалась. На похороны пришел Али, который юридически все еще был ее мужем, и обвинил в смерти Аманды змею, сказав, что-то укусила ее и убила своим ядом. Родители Аманды были опустошены потерей дочери, но никак не могли поверить, что ее любимая змея могла стать причиной смерти. Когда опустили тело Аманды в могилу и начали засыпать землей, вдруг появилась ее домашняя змея. Отец Аманды, зная, как змея была привязана к хозяйке, разрешил животному проститься. Змея обвелась вокруг ее руки. Али, стоявший рядом, воскликнул, чтобы змею срочно убрали. Друзья и семья Аманды заметили кое-что странное в поведении змеи. Обычно спокойное животное вело себя возбужденно и даже агрессивно, особенно по отношению к Али. Некоторые из присутствующих не могли не задаться вопросом, не является ли такое поведение змеи признаком каких-то скрытых подозрений или тревоги. Через несколько минут змея, неожиданно для всех, укусила погибшую хозяйку. Отец Аманды, который не боялся змей, дотронулся до руки дочери и с удивлением почувствовал, что она стала теплая. Он быстро вытащил дочь из могилы. «Доченька, ты здесь? Ты меня слышишь? Пожалуйста, скажи что-нибудь». Взмолился он. И произошло нечто невероятное. Аманда вдруг сделала глубокий вдох и ожила. Оказалось, что все это время она была жива. Все ахнули от удивления и счастья, а Али в ужасе сбежал. В последующей неделе полиция продолжила расследование. Они допросили всех знакомых Аманды, включая ее мужа, которого им удалось задержать. Хотя поначалу он был готов сотрудничать, позже его показания стали расходиться под пристальным вниманием, а когда пришли результаты экспертизы, стало ясно, что Али все это время преследовал Аманду. Он пробрался в ее квартиру, сказав домовладельцу, что является ее мужем, и попытался ее отравить. И только укус змеи подействовал, как противоядие, и вернул Аманду к жизни. Суд признал Али виновным, и он был приговорен к пожизненному заключению за попытку убийства супруги. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!